То, что мы сегодня как производители продуктов вынуждены платить до 70% от стоимости продуктов на вашу работу, это наоборот монополия какая-то, это отсутствие конкурентов. Я могу сказать, что у нас колоссальный размер ликвидных активов, которые мы по нашему сону декларации должны держать в бумагах с уверенным рейтингом. Сегодня по информации из Минэкономразвития, и это обсуждается очень широко, загрузка предприятий российских составила более 65%. Но это не главное. Главное это экологический эффект. В 10 раз снижение выброса вредных веществ. Это наша совесть перед будущим поколением, и мы готовы ее очистить. Здравствуйте, дорогие друзья! Это телеканал «Конференция ТВ». Приглашаем вас посмотреть очередную конференцию. А я напоминаю вам о том, что в нашем эфире вы можете посмотреть понравившиеся вам конференции, лекции, семинары каждый день в одно и то же время. Каждый час на телеканале «Конференция ТВ» новое уникальное событие, продолжение которого вы сможете посмотреть на следующий день в это же время. А прямо сейчас смотрим вторую часть. Следующий блок – это импортозамещение. Все очень просто. Есть импорт, и его надо заместить, и это будет выгодно для нашей экономики. Как было в фильме сказано, ножки Буша мы уже победили. Сейчас вводятся санкции, соответственно, вместо равиоли будем есть пельмени и так далее. Хотелось бы в этом блоке понять, настолько ли все просто, и тема импортозамещения – это просто вопрос политической воли и курса рубля, либо тема все-таки несколько сложнее. Александр Васильевич, хотелось бы с финансов начать. Скажите, насколько, на Ваш взгляд, сильно, серьезно изменились отношения крупного бизнеса с финансовыми институтами именно на фоне санкций? Вы уже на себе это почувствовали? Да, мы на себе это почувствовали, но надо отметить следующее, что у банков на самом деле возникли проблемы с фондированием. И более дешевые деньги, которые фактически ограничили займ на западный, в России, к сожалению, не удается восполнить. Но с точки зрения влияния на привлечение финансовых ресурсов для инжиниринговой компании, представителем которой я являюсь, большее влияние оказали, наверное, не столько санкции, сколько вообще проблемы в транспортном строительстве, в частности, проблемы с мостовиком, они более существенно ударили на позицию банков, которые кредитуют инжиниринговые компании. И, соответственно, вся цепочка пошла дальше. Это обеспечение залогов, это, соответственно, увеличение процентной ставки, это уменьшение возможностей по банковским продуктам, в частности, по банковским гарантиям, на возврат аванса, на обеспечение исполнения контракта. И, соответственно, стоимость привлечения денежных ресурсов, она увеличилась. А вот, соответственно, количество и контрактация проектов, которые позволяли бы обеспечивать достойный, так сказать, денежный поток для обслуживания этих кредитов, она уменьшается. То есть ситуация ухудшилась серьезно в цене? Да. А на самом деле все банки сейчас испытывают серьезные проблемы, и они значительно усилили требования к заемщикам. Вы видите какие-то альтернативы на этом фоне? Ну, понимаете, в чем дело. Сколько ни говори, халва во рту слаще не станет. И, соответственно, тот денежный рынок, емкость денежного рынка, которая есть на сегодняшний день, она, соответственно, будет перетекать туда, где банки себя будут чувствовать более уверенно, более устойчиво, более гарантированно. В частности, например, в ритейл, где достаточно большая оборачиваемость и, соответственно, более, так сказать, менее рисковый возврат займов, чем, скажем, в других отраслях. То есть, опять же, серьезные инфраструктурные проекты, например, которые Ваша компания затевала, они сейчас под угрозой? Ну, не то, что под угрозой, но есть проблемы с привлечением, так сказать, финансирования. Дмитрий Эдуардович, продолжая финансовую вот эту вот тему, одним из последствий как раз введения санкций может стать переориентирование, перестрахование Запада на Восток. Вот как это на динамике российского страхового рынка может отразиться? Ну, прежде всего, санкции в прямой рынке не коснулись. Ну, практически. Наверное, потому, что в отрасли не осталось государственных страховых компаний. У нас могут возникнуть проблемы с перестрахованием рисков компаний из санкционного списка. И здесь вот все неоднозначно. Но, прежде всего, есть ощущение и понимание того, что западные перестраховщики не откажутся от принятия рисков. А проблема у нас возникнет тогда, когда придется урегулировать убытки компаний из санкционного списка. Тогда, возможно, они об этом и вспомнят. Поэтому все ответственные операторы рынка, конечно, обращают свой взор и на другие рынки. Ну, в том числе, конечно, на Восток, прежде всего. Но надо понимать, что горизонт планирования в страховании, тем более в перестраховании, это многие годы. Соответственно, быстро эта проблема точно не решится. Сотрудничество должно быть многолетним. И, вот еще раз говорю, сиюминутно эта проблема пока не разрешаема. Соответственно, есть ли возможность решать эту проблему на отечественном рынке? Во всяком случае, предложения о создании государственной перестраховочной компании не вызвали сегодня энтузиазма ни у страховщиков, ни у крупнейших ведомств финансовых, я имею в виду Минфин, Министерства экономики. Поэтому, видимо, здесь тоже не получится. Так что все над этим работаем, но быстрых результатов мы точно не увидим. А что касается динамики, то, ну, прежде всего могу сказать, что, конечно, санкции отразятся ровно в той мере, как они отразятся в целом на всей экономике. Единственное, с запозданием, потому что наша отрасль, она в этом отношении инерционна, и кризисы общие в экономике, они, как правило, проявляются у нас через год-полтора. Но, к сожалению, должен сказать, что отрасль и без того в кризисе, чтобы не говорить о том, дополнительно на нас отразятся, потому что, к сожалению, иной раз некоторые действия, похуже, санкционных действий отражаются на самом страховом рынке. Я имею в виду ряд законодательных или тому подобных решений, потому что последний год-полтора темпы развития отрасли, они серьезно снизились. Что у нас растет, так это только упыточность. А, соответственно, вот эти возникающие ножницы ухудшают ситуацию на рынке, я же говорю, кризисные явления. Единственными драйверами роста отрасли являются обязательные виды страхования, и они же, например, ОСАГО, являются главным источником всех наших проблем на рынке. Поэтому, если дополнительно санкционные явления отразятся на отрасли, это только, как говорится, подтолкнет дополнительно падающего. Дмитрий Эдуардович, я понимаю, что при Вашей риторике глупо будет просить у Вас длинных страховых денег вывезти на рынок, чтобы помочь инвестпроектам. Ну, нет, это точно не глупо. Мы-то понимаем как раз. Но бесполезно. Да, мы понимаем как раз необходимость этого. Собственно говоря, это общее, что называется, место во всех дискуссиях. Страховщики во всем мире являются источником длинных денег. Вот теперь посмотрим на наш отрасль. У нас есть, скажем, три больших группы страховых компаний, которые имеют разный цикл своего производства и по-разному с особенностями регулируются. Ну, медицинские страховые компании, которые занимаются обязательной медициной, они точно сегодня и на ближайшую, даже на долгосрочную перспективу не станут источником инвестиций. Универсальные страховые компании, которые занимаются риском видами страхования. Опять же, во-первых, цикл годичный. Во-вторых, к сожалению, регулирование, оно не способствует тому, чтобы страховщики могли бы деньги размещать как инвестиции. Во-первых, коротко. Во-вторых, нет соответствующих там нормальных инструментов. Более того, если говорить о бизнесе, вот коснусь больного, у нас эта дискуссия уже, наверное, два года, если не больше идет. Ну, например, раньше очень негативно регуляторы относились к такому инструменту, как вексель. Ну, в силу того, что его очень часто используют для различных схем. Тем не менее, когда наши регуляторы искали возможности, как все-таки вексель применять и использовать как источник для покрытия страховых резервов и собственных средств. Тем не менее, законодатели, вдруг почему-то возненавидев этот инструмент, прямым законом запретили использование векселей для страховых компаний. Вот в начале этого года эта норма вступила в силу. Регуляторы ищут возможность, ведь запрещены не только векселя там предприятиям, но даже банковские векселя и тому подобные инструменты. Вот спрашивается, нужны в этой ситуации нам санкции или мы обойдемся и собственными, как говорится, участниками процесса. Спасибо. Нет, а теперь все-таки страхование жизни. Потому что именно страхование жизни может и должно быть источником длинных денег и соответственно... Но доля страхования жизни в России крайне малая. Не высока. То есть если в целом отрасль собирает там порядка триллиона без обязательной медицины, то отрасль страхования жизни занимает чуть больше 10%. Но и тут те же проблемы. То есть помимо того, что мы не можем в долгую планировать использовать, например, облигации, потому что в силу регулирования мы должны производить переоценку, соответственно, на промежуточные итоги мы должны отражать убытки, так как это все колеблется. Основное. Нет, не дождались мы преференций нормальных, которые бы привлекли людей на страхование жизни. Нас так и не пустили в страхование пенсий, хотя триада, где государство обеспечит государственный минимум, НПФ обеспечивают корпоративные планы, а страховщики это в основном индивидуальное пенсионное страхование, где больше всего есть денег. Да, она так и не заработала в нашей стране. Нас не пустили туда, нас спросили как-то вот два года назад, а готовы ли мы идти туда с условием, если нас обложат ровно тем же регулированием, как пенсионные фонды. Мы сказали да. В ответ мы не дождались того, чтобы нас туда пустили, зато методы регулирования пенсионных фондов решили распространить на всю страховую отрасль. То есть, после зашерстью вернулись стрижеными. В общем, особенности национального страхового рынка не позволяют надеяться на присутствие длинных страховых денег на рынке. Продолжаем. Вопрос, возможно, задавайте дискуссию? Дмитрий Эдуардович, скажите, пожалуйста, а Вы ввели новую услугу для бизнеса, страхование контрактов, которые потенциально могут попасть под санкции? Нет. А просматривают такую возможность? У нас, конечно, есть различные продукты, касающиеся финансовой ответственности, рисков производства, рисков перерыва производства. Но понимаете, вот санкции. В нашей отрасли мы не можем работать с субъективными вещами. Так же, как с форс-мажором, с государственными решениями. Это невозможно прогнозировать, это невозможно подводить под статистику, это невозможно определить цену таких продуктов. То есть это риск бизнеса остается, страховщики нам здесь не помогут? Это становится, на мой взгляд, все-таки риском и ответственностью государства, прежде всего. Потому что если те или иные решения, при том, что я полностью на стороне действий нашего государства в этой ситуации, но надо понимать так, что если государство принимает определенные решения, оно должно знать, как это отразится на своей экономике. Это касается и наших западных партнеров. Там ровно та же проблема. Там шашкой машут, не думая об интересах экономики. Поэтому, ну не думаю, еще раз подчеркиваю, невозможно страховать то, что можно организовать субъективно. Спасибо. Валерий Михайлович, про санкции в авиапроме. Очень болезненный был удар по добролету. Как могут отразиться санкции нынешние, не дай бог, еще какие-то последующие, на вообще развитие отечественного авиапрома? В сухом суперджете комплектующих импортных больше половины. В новом региональном самолете «Рысачок» он тоже наполовину импортный. Эксперты говорят, что если когда-нибудь «Аэрбаз» или «Боинг» просто прекратят обслуживание самолетов, все, небо над Россией опустеет практически. Ну здесь действительно нужно вопрос рассматривать гораздо шире, не только в отношении проектов «Сухой суперджет» или там перспективного «МС-21». А начиная с маленькой «Цесны» и до «Боинга-747» на всех этих самолетах есть импортные комплектующие, импортные агрегаты и так далее. Авиапром, авиационная промышленность, как и авиаперевозки – это глобальная отрасль. И вопрос международной кооперации является уже свершившимся фактом. Здесь надо, вопрос, который задаете, он на самом деле касается принимать или не принимать системный, концептуальный риск участия в глобальной экономике. Так уже приняли вопрос. Все, кто участвует в глобальной экономике, они подвержены такому риску. Что является альтернативой неучастию в глобальной экономике? Чучхе. Принимая этот риск, любое предприятие, любая компания, должны понимать, что возможны такие вещи. Можно ли обеспечить полное импортозамещение? С инженерной, с технической точки зрения – да. Даст ли это эффект? Нет. Поскольку, скажем, для того, чтобы установить отечественный агрегат на Airbus или на Boeing, нужно получить согласие разработчика этого самолета, Airbus или Boeing, а главным образом еще и лизингодателя, рессора. Так вот, рессор этого согласия не даст, потому что самолеты все в лизинге. И потом, когда срок лизинга закончится, этот самолет нужно выставить на ремаркетинг, следующему продавцу его сдавать. А его нужно выставлять в аудентичной обстановке, то есть, чтобы все детали были аудентичные. Если не акцептованы агрегаты, которые произведены в России производителям, то и устанавливать их нельзя. Поэтому здесь нет простого решения. И говорить о том, что мы обеспечим полностью импортозамещение, нужно только исходя, в данном случае, из того, что мы будем делать полностью свои самолеты. И мы их делаем, свои военные. И будем продолжать делать свои военные. А в гражданском авиапроме существует, по факту жизни, сильнейшая специализация, разделение и так далее. Нету американских самолетов. Боинг в Сиэтле делает 30% добавочной стоимости. Все остальное собирается со всего мира. И нам не нужно посыпать голову пеплом, что у нас на сухом самолете большое количество компонентов зарубежного производства. Мы сделали конкурентоспособную машину, используя самые передовые компоненты, агрегаты. И она получилась по эксплуатационной экономике не уступающей своим конкурентам. Почему? Потому что используют наиболее конкурентоспособные комплектующие агрегаты. Я правильно понимаю? Авиационные и транспортные власти России не видят ничего страшного в том, что наши самолеты наполовину импортные, потому что это общая мировая практика. Соответственно, стремиться к снижению доли импортных комплектующих в наших самолетах мы не будем в обозримом будущем. Более того, надо стремиться... Все равно локализация происходит, и она происходит по проекту Сухого в том числе, и по более перспективному проекту МАЗ-21. Там уже меньше, ниже доля комплектующих зарубежного производства. Но у нас все равно существенная. Надо стремиться к тому, чтобы доля наших комплектующих в американских самолетах неуклонно росла. Вот что наша главная задача. Не в том, чтобы снижать... Это тоже важно. Но это будет происходить само собой, если мы будем производить конкурентоспособную продукцию, которая будет глобально, которую будут использовать американские самолеты. Я могу сказать, что в этом смысле мы уже там, потому что там, я не знаю точно, как называется, теплообменники для 787-го. Кто не знает, делаются в Москве, на Песчаной улице. Поэтому это очень серьезная, глобальная... Ну и керосином своим их тут заправляем. Ой, это вы знаете. Насчет керосина точно нашего на всех хватит. Это не самая главная тема. Но то, что мы производим детали, которые являются комплектующими для не только инжиниринг, который мы все знаем делается во многом здесь, на базе российской, для и Боинга, и для Airbus. Но мы делаем хардвер. То есть мы делаем оборудование. Митя Борис Юрьевич, я сейчас перебью. Страшно это то, что они могут отказаться от наших комплектующих, как, например, Airbus и Боинга рассматривали возможность прекращения контракта с ВСМПО АВИСМО, который они называли главным поставщиком. А мы не можем отказаться от этих комплектующих. Страшилки? Нет, они, наверное, могут. От поставок титана они могут отказаться, поскольку АВИСМО является основным поставщиком не заготовок, а изделий из титана. Титановых изделий, как Боинга, так и для Airbus. То есть они просто пугали. Все, хорошо. Коллеги, извините, не могу не вмешаться. Наверное, бывших авиаторов не бывает. Я просто хочу сказать, что важно не только доля локализации и количество комплектующих, а важно, кто интегратор. Вот Валерий Михайлович сказал, что 30% в Сиэтле – это американские детали, но решение принимается в Вашингтоне, потому что интегратором является Боинг, который находится в Сиэтле. И нам важно быть не только и не столько иметь долю комплектующих, это, наверное, тоже важно, но это вторично. Но самое главное, нам важно быть интеграторами, как мы стали интеграторами при сухом суперджете, и стараемся быть при МС-21, и я думаю, что эта линейка будет продолжаться. – Нужно иметь две компетенции – авторские права и финальную сборку. – И тогда можно накладывать санкции. – Можно я тоже по этому поводу? Я считаю, что очень правильно, кто интегратор, потому что очень много, сам видел, проектов зарубежных здесь, в России, тогда, когда заходящие на российский рынок нефтяные компании полностью с собой приводят цепочку поставщиков. То есть вплоть до того, что вышки таскали нашими, вот здесь у нас компания «Волга-Днепр», у них все время один из их самолетов, 124-й, сидит в Хьюстоне. Что он там сидит? Потому что достаточно большое количество комплектующих для зарубежных нефтяных компаний, которые входили на российский рынок, они просто загружались там и прилетали туда, куда надо, на наши аэродромы. Это гораздо дороже, безусловно. Ну, таскать буровые вышки с помощью больших-больших самолетов – это дело очень затратное. Почему так делают? Да потому что, если у тебя интегратор приходит, тот, который знает именно это оборудование со всей цепочкой, то не факт то, что оно лучше, что оно производительнее. Просто он к нему привык. У него свои выстроенные цепочки взаимодействия с поставщиками. Поэтому абсолютно согласен с Дмитрием. Здесь важнейший вопрос – это, кто является интегратором проекта, его заказчиком. И в этом плане то, что это отечественная компания, то, что ты что-то делаешь на своем рынке конкурентоспособной, очень важно. Хотя зачастую бывают ситуации, когда комплектующие даже в техническом плане, они с большим трудом замещаемы. Здесь отдельная проблема. Я думаю, можно к следующему блоку. Да, коллеги, двигаемся к следующему блоку нашей повестки дня. Это успешные практики технического перевооружения предприятий, возможности их тиражирования, грубо говоря, технологии. Позавчера мы с Борисом Титовым на эту тему обменивались мнением. Борис сказал, что технологии надо покупать. У меня, например, более такая консервативная точка зрения. Я считаю, что мы еще некоторые технологии можем создавать. Соответственно, хотелось бы поговорить о том, как нам запустить механизм тиражирования технологий, позволяющих повысить производительность труда. Ну, если мое имя было произнесено, я, наверное, свою позицию хотел бы защитить. Хотя, конечно же, я не против инноваций, создания собственных технологий. Но все-таки кто в бизнесе, понимая, что мы, конечно, сегодня уже далеко не лидер инновационной в мире, и сегодня мы должны пользоваться эффектом, как называется, лебединого клина, клина лебедей. Потому что тот, кто летит первым, вот в этой, в клин, да, называется, в стае лебедей, всегда тратит намного больше энергии. Лидер всегда более затратен. Он должен платить за свое лидерство. Те, кто летят в следующее, они тратят намного меньше энергии, но летят абсолютно с той же скоростью и будут точно в той же точке, куда они прилетают. Все вместе. Поэтому сегодня, если мы хотим экономить энергию, экономить затраты, нам сегодня надо не бросаться разрабатывать и тратить сегодня огромные, видели бы, средства, которые тратятся по госпрограммам на науку. Я вообще удивляюсь, как у нас все время все жалуют, что у нас недостаточно денег тратится на науку, государственную науку. У нас огромные деньги тратятся неэффективно на государственные научные программы. И в результате мы не окажемся в той же точке, что и другие лебеди, которые летят не первыми, а окажемся далеко позади, потому что пытались создать свой собственный клин. И в этом смысле мы должны сегодня упор сделать на привлечение технологий, на покупку технологий, но только новых, новейших технологий. И главное, на адаптацию этих технологий в России, базовых технологий. Посмотрите, мы же сегодня говорим о развитии сельского хозяйства у нас в стране, и это действительно достижение, сельское хозяйство даже в такие сложные, как прошлый год, но оно росло. Но при этом производим у нас средняя урожайность по зерну по-прежнему, хотя мы уже мировой экспортер зерна, средняя урожайность порядка 20 сантиметров с гектара. Есть, конечно, уже передовики, которые там производят по 100, но в Голландии это 200. И поэтому, конечно, здесь нам нужны голландские технологии производства зерна. Хотя еще один маленький пример. По сортам, сортности зерна, мы были передовыми, до сих пор в ЮАР лучшее зерно называется российским. Потому что по генетике мы тогда опередили очень многих. Мы не смогли воспользоваться этим, мы потеряли практически сегодня все образцы этого генетики, они уже у них, мы растеряли их, мы их продали. Или просто растеряли. Так вот сегодня возвращаться туда, наверное, уже нет смысла, хотя основа была. Сегодня придется российская сорта покупать в ЮАР. Но они должны быть у нас, и нам надо сделать систему, как этого добиваться. Вот мы сегодня там думаем о том, чтобы создать некий инструмент, институт, который бы искал те технологии, которые более выгодны, и которые могут мультиплицироваться. Например, технологии жилищного строительства, которые энергосбереживающего жилищного строительства, покупать централизованно, и потом в России распространять как некую государственную поддержку частным компаниям, чтобы они не тратились каждый на эту технологию, и не было такого множества технологий, а экономили на ее приобретение. Но вот этой работой придется сегодня серьезно заниматься. Итак, техническое перевооружение. Марат Михайлович, вас хотел спросить. На рынке черной металлургии вообще в мировом масштабе кризис перепроизводства. Правда? Китайцы поднастроили слишком много заводов. Вот в связи с этим для отечественных металлургов какие ниши вы видите перспективными, что вообще делать? Спасибо. Действительно, отрасль у нас такая, с одной стороны глобальная, с другой стороны еще локальная. То есть есть глобальная конкуренция всей металлургии по заготовке, по материалам, а с другой стороны очень на локальных рынках в общем достаточно специфическая ситуация и каждый снабжает свой ареал, свою страну, свой региональный рынок. Поэтому оптика может быть разная, смотря как смотреть. С точки зрения инвестиций в модернизацию, я, наверное, тут полностью соглашусь с Борисом Юрьевичем, что в первую очередь мы, конечно, хотим по всем направлениям максимально выйти на уровень, на планку того, что вся индустрия в мире уже достигла. То есть нет задачи по большинству, по стандарту заниматься изобретением, когда у нас есть потенциал, который мы в разных переделах оцениваем по-разному, но по ряду переделов мы понимаем, что есть потенциал 30-40-50% эффективности, который можно получить, используя готовую существующую технологию, причем не только западную, но и восточную уже сегодня. Вы правильно сказали, в Китае сегодня металлургических мощностей больше, чем во всем мире практически вместе взятом. То есть все современные установки, все современные заводы, они в основном находятся в Юго-Восточной Азии, не только в Китае. Но при этом мы как крупная компания понимаем, что у нас есть и потенциал, и задача по каким-то продуктовым линейкам становиться лидером. Но в нашем случае Евраза, это очевидно, мы производители инфраструктурного проката, это рельсы, это железнодорожный прокат, это балка. И здесь мы пытаемся делать действительно сверхтехнологичный продукт. Сегодня по рельсам мы одна из трех компаний в мире, которая может выпускать рельсы действительно максимально современного качества. Мы нигде ни в чем не уступаем всем остальным. И, в общем, единственной преградой для выхода сегодня являются вопросы сертификации, закрытости рынков, отношения поставщиков-подрядчиков. Это уже не вопросы качества, это вопросы проникновения на чужой рынок. Каждый, конечно, пытается защищать свой рынок, исторически так сложилось. Но так как мы присутствуем и в Америке, и в России, ну, в СНГ, то мы, в общем, понимаем, что с точки зрения, еще раз, качества, с точки зрения технологических вопросов, мы в состоянии быть лидером. Именно поэтому в этот продукт мы инвестируем. Вы скажите, пожалуйста, вот те технические новации, которые вы у себя вводите, это ноу-хау, это вот наше изобретение, или то, что в мире уже, может быть, несколько лет назад было применено, просто до нас так долго докатывается, это сейчас для нас прорывная технология? Ну, там, как правило, полностью новые технологии сегодня, наверное, нельзя похвастаться, но можно сказать, что мы внедряем последнюю существующую технологию со своими усовершенствованиями. По некоторым переделам, ну, условно, на Тагиле она самая эффективная домна в мире вообще, да, то есть это вот понятно, что это тоже ноу-хау, комбинация своей технологии, своего понимания, как ее делать. И там новая рельсобалка, рельсобалочный цех на СМК, это, безусловно, ну, лучший в мире, так сказать, образец того, что сегодня можно построить, то есть нету какого-то места в мире, которое бы могло бы похвастаться лучшим качеством, чем у нас. Но все-таки я соглашусь, эта концепция больше отдельных узких мест, где ты можешь специализироваться, во всем остальном задача заимствовать, причем заимствовать эффективно, разумно, ну, вот был анекдот, что чупче не читатель, чупче писатель. Вот важно не становиться сразу писателем, а сначала научиться, ну, прочесть все, что написано, а потом начать что-то уже изобретать свое. Не станет ли критичным вот это отставание, пока мы читаем и не пишем ничего своего? Та же металлургия показывает, что, наверное, нет. Здесь можно говорить из металлургию за угольную и за железорудную отрасль. Вот если посмотреть на рост, например, производительности труда в угольной отрасли за последние лет 15-20, это один из лидеров, даже наряду, так сказать, с самыми красивыми отраслями, просто уголь мы редко обсуждаем, это достаточно такая, ну, трудная, не такая симпатичная отрасль, как ритейл, например, или там связь. Но при этом производительность труда выросла больше, чем в два раза. При этом мы добываем больше уже угля, чем в Советском Союзе, занятых людей в физической отрасли, занято гораздо меньше людей. И тут нету никакого минуса в том, что люди высвобождаются. Восвобождаются люди с самой тяжелой физической небезопасной работы и могут использоваться, ну, так сказать, в других направлениях. Причем мы, как компания, наверное, больше испытываем дефицит кадровых ресурсов, чем проблему с трудоустройством или, так сказать, с высвобождением как таковую. Спасибо. Аркадий Владимирович, благодаря масштабной действительно модернизации, которая у вас прошла, вы сейчас настолько успешны, что даже печатаете банкноты для десятков стран, да, производите вот эту банкнотную бумагу даже для Канады и для Европы. Для того, чтобы конкуренция способна именно в вашей отрасли оставаться, насколько часто нужно менять технологии, что-то новое придумывать. Я бы вернулся, может быть, к вопросу о технологиях создавать или покупать. На мой взгляд, это и ответ. Технологии надо и создавать, и покупать. То есть, в качестве примера, для печати банкнот в Советском Союзе, начиная с 1972 года, используется исключительно зарубежное оборудование. То есть, с 1972 года в Советском Союзе не производилось оборудование, пригодное для печати банкнот. При этом, это не мешало Госзнаку ни тогда, ни сейчас разрабатывать те технологии, которые бы позволяли заметно отличаться от конкурентов и сегодня предлагать эту продукцию на рынке. И, собственно, благодаря этому мы и смогли вернуться на рынок. Потому что, по факту, к 2000 году Россия и рынок печати банкнота, производства банкнотной бумаги был потерян. Объем продаж составлял на тот момент порядка 5 миллионов долларов, что, в общем, почти что ничего. Сегодня эта цифра уже перевалила за 100 миллионов долларов. При этом, фактически, основной драйвер наш на этом рынке это собственные объекты интеллектуальной собственности, которые действительно позволяют отличать нашу продукцию от других. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, действительно, это возможно только если есть собственные решения и собственные технологии. И, по сути дела, если говорить о эффективности компании, о производительности труда, возвращаясь к первому вопросу, это все будет реально, то есть производительность труда будет расти реально, если компания по-настоящему глобальна. Если у нее есть действительно хорошие точки отсчета и возможности посмотреть, и продукция востребована на мировом рынке. Спасибо. Валерий Михайлович, и вам еще вопрос о завершении вот этого блока. Вот этот план создания совместно с Китаем опять же широкофюзеляжного самолета. Как здесь, на ваш взгляд, могут роли распределиться? Не получится ли так, что китайцы зайдут в проект, воспользуются нашими технологиями, узнают наши технологии и спокойненько из этого проекта выйдут? Распределять нужно так, кто лучше, что умеет. Конечно, мы обладаем более сильными технологиями в вопросах проектирования, подготовки создания документации проектной, технологической, производственной, эксплуатационной. Китай за последние годы только получил некие компетенции по промышленной сборке, организованной производства сборки самолетов А-320 в Тинзине. Они производят ряд компонентов и элементов конструкции для Боинга и для бомбардии в основном. В частности, делают фюзеляжи для бомбардии ДАШ-8. Но авиационная культура гораздо сильнее и богаче в России. Поэтому, если говорить, что бы хотелось, это оставить за Россией разработку конструкторской документации, а стало быть авторские права на все последующие доработки, совершенствования и так далее. И, конечно, было бы правильно и хотелось бы финальную сборку также организовать в России. Но это все предмет переговоров, и я тут вступаю уже на чужую территорию, территорию Минпрома и непосредственно переговаривающую сторону АКО и китайской компании корпорации авиационной. Но вот эти две составляющие, авторские права, финальная сборка, было бы важно и интересно иметь в России. Но пока это так в виде пожеланий, только, насколько я понимаю. Да, прежде чем перейти к следующему блоку, я не могу удержаться, не задать вопрос Илье Адольфовича. Илья Адольфович, вот у вас отрасль и компания, которая, в общем-то, относится к компаниям с высокой производительностью труда. А вы много закупаете технологий? Технологий? Вот в вашей структуре затраты, затраты на закупку технологий, там, программного обеспечения, какого-то оборудования и так далее. Я имею в виду зарубежного. Вы знаете, для нас основная часть технологии розничного процесса, это, конечно, IT-технология. То есть, и здесь однозначно мы закупаем много, при этом нужно понимать, что мы движемся, вот как коллега сказал, по пути, что частично мы закупаем, частично мы разрабатываем сами, потому что любая IT-технология, она требует определенного уровня кастомизации. Единственное, я бы не говорил про переоснащение нашей отрасли, потому что мы понимаем, что отрасль молодая, все крупнейшие российские ритейлеры, по большому счету, появились на свет в конце 90-х, и, соответственно, то, что мы сейчас используем, это классический пример того, что в стратегии называется преимущество последнего пришедшего на рынок. То, что Европа и мир вырабатывали 40, 50, 60 лет, по большому счету, мы это купили буквально за последние десятилетия и поставили. В том числе, благодаря этому… Работки в том числе и российские. В том числе и российские, и в том числе это причина того, что такой большой рывок производительности труда нам всем удалось совершить. Спасибо. Следующий блок нашего обсуждения это повышение трудовой мобильности. Не секрет, что одни регионы испытывают избыток трудовых ресурсов, у других, особенно тех, которые быстро развиваются и которые успели создать хорошие условия для инвесторов, наоборот, недостаток трудовых ресурсов. И возникает проблема перемещения. Я, чтобы немножко разрядить такую вот нашу серьезную остановку, обстановку обсуждения, приведу пример из книжки, которую я прочитал где-то полтора года назад, доставляя радость. Это книжка по мотивам одного стартапа «Запас», который был продан за миллиард с лишним долларом интернет-магазин «Обуви». Сюжет, который меня возбудил, он очень простой. Когда фирма доросла до каких-то средних размеров, там было больше ста сотрудников, они находились в Сан-Франциско, все очень дорого, дорогие, большие зарплаты, большие затраты на аренду, на офис, на жилье и так далее. И они решили переехать в Лас-Вегас, причем в ту часть, которая такая захудалая. Очень переживали владельцы фирмы, сколько переедет. Они думали, что процентов 50-60, переехало 90. Все были очень рады. Я поставил опыт и, выйдя из отпуска, предложил сотрудникам переехать куда-нибудь в сторону Нижнего Новгорода. Это даже как шутка не было воспринято. Возвращаясь к теме трудовой мобильности, для меня один из основных показателей развития регионов, региональной нашей политики, это то, что люди могут реально взять и переехать, допустим, из Пикалево в другой город, чего не случилось в свое время. Марат Михайлович, наверное, металлургия в первую очередь сегодня сталкивается с этой проблемой, с высвобождением рабочих рук и с возможностью их перемещения. Как вы решаете эти проблемы, если возможно сегодня их решение? Да, у нас действительно есть ряд проблем в первую очередь с моногородами, конечно же, и это, в общем, не то, что такая повсеместная металлургическая проблема, это проблема конкретных отдельных предприятий, когда, например, есть исторически сложившийся кластер в Кемерово по добыче руды, достаточно старая технология, подземная добыча, и без серьезной модернизации он на новую экономику не выйдет. Мы делаем эту серьезную модернизацию, но понимаем, что это существенное сокращение занятых в этом производстве, то есть там, условно, если раньше человек практически руками и отбойным молотком должен был, так сказать, бурить каждую скважину и взрывать, то сейчас это делает, так сказать, комбайн, и он требует в разы меньшее количество людей, его темп проходки существенно быстрее, чем то, что было до этого. И возникает, как правило, возникает такая сложная задачка, как на период перехода, когда мы переходим к новой технологии, как обеспечить, чтобы люди были переучены, то есть нам нужны новые рабочие руки, не те, которые были до этого. Здесь мы, в принципе, понимаем, что делать, то есть мы начинаем учить, мы формируем, так сказать, программу обучения еще существенно задолго, там, за полгода, год до того, как будет потребность в людях, и получаем необходимые рабочие руки. А дальше, конечно, нужна системная поддержка со стороны государства, и у нас здесь с этим все по-разному. Где-то реальные рабочие места нужны альтернативные, то есть если нету рабочего места, то человек при отсутствии мобильности действительно не попадает в очень тяжелую ситуацию. Мы по закону платим ему то, что ему нужно заплатить, и у него практически его альтернатива дальше зависит от его мобильности впрямую. И здесь, мне кажется, поддержка очень пока недостаточна именно с точки зрения реальных программ государства. Они как бы существуют, мы слышим всегда какие-то списки, мы видим, что есть какие-то усилия, но качественно реализованных прецедентов переселения каких-то поселений, когда действительно было бы существенная релокация или новое производство. Марат Михайлович, скажите, вот у вас были в вашей компании такие примеры, когда вы в одном моногороде понимали, что бесполезно модернизировать уже этот завод, это просто невозможно, проще его законсервировать, закрыть, и предлагали ли вы когда-нибудь рабочим переехать в другой город, на другое ваше производство? Да, мы предлагали, но это действительно в режиме как раз таких экспериментов, мы предлагали, мы закрывали действительно ряд производств и предлагали людям переехать на свои, на вахту с повышением зарплаты, процент соглашающихся колеблется от 5 до 15 процентов, не более. Это вот факт жизни, действительно, видимо, связан не только с экономическими вещами, но и с культурными, потому что просто люди не готовы, если этот поселок 300 лет занимается добычей руды, то у людей совершенно нет никакого навыка, никакой готовности к изменению своего образа жизни. И для того, чтобы люди поняли уровень, так сказать, проблемы, им нужно оказаться, видимо, гораздо глубже в экономические проблемы. Но государство этого не допускает. Борис Юрьевич, я правильно понимаю, что сейчас общий... Я услышал слово культурные, какие-то культурные причины такой немобильности. Я просто вспомнил один эпизод, когда проводился большой телеконференция, телесовещание, которое возглавлял даже представитель правительства тогда по вопросам мобильности трудовых ресурсов в том числе. И когда мы с своей стороны предложили давайте вводить все-таки элементы арендного жилья, то есть законодательство, которое бы стимулировало прежде всего арендное жилье, а не покупку в частную собственность, было сказано как раз вот это самое. Вы знаете, наш народ культурно не готов к этому. Все-таки наши люди хотят иметь все в собственности. Но мне кажется, вот последние годы разубедили даже в этом смысле, потому что не в культурных проблемах, а в регулировании со стороны государства. Если у людей... Сегодня мы просто вешаем этот якорь им, стимулируя приобретение в частную собственность квартир, жилья. Вот почему они боятся переехать оттуда из Норильска или других регионов, где количество трудовых мест сокращается, потому что их якорь держит их собственности. У них жилье, которое они приватизировали или купили за это время, это их собственность, которая реализовать ликвидность, которая минимальна. Потому что когда особенно начинает все рушиться и люди действительно теряют рабочие места, сокращаются, то продать квартиру вообще становится невозможно. Поэтому вот это главный якорь для мобильности. И сегодня, когда нам говорят, что государство, например, проводит программу жилье для молодых, да это анти-социальная программа. Это антиэкономическая программа. Прежде всего для молодых. Почему молодые должны иметь свое жилье в собственности? Еще с помощью государства. Борис Юрьевич, ну альтернативы-то нет, арендное это жилье не развивается практически. Так надо делать это. Сегодня есть программа. Уже слава Богу, эта программа сегодня разработана, во многом она будет реализоваться, будут экономические, налоговые льготы для тех, кто занимается арендным бизнесом. Рынок, мы наконец-то по крайней мере моментально ушли от этой привязки культурной якобы нашего народа к собственности. И сегодня пошли по этому пути, я надеюсь, что это будет сегодня реализоваться и пойдет достаточно быстро. Это главный фактор, это неправильная социальная политика и ориентация на то, что все должны иметь собственность. Молодые должны быть мобильны. Молодым надо давать возможность арендовать жилье. И только, может быть, к старости государство должно помогать людям приобретать жилье в собственности. Вот главная должна быть социальная политика государства в этой области. В догонку Борису приведу результаты исследования в ЦИОМ два года назад проводила. Около 70, более 70 процентов молодежи заинтересовано получить жилье в аренду, а не в собственность. То есть по поводу культурных традиций. Но на льготных условиях. Естественно, да. Ну, то есть, грубо говоря, что для них не является принципиально важным именно сейчас купить квартиру. Ментальность меняется, но проблема в том, что на предприятиях моногородах, наверное, все-таки обычно не молодежь работает. Молодежь уже разъезжается, если там умирающее производство. Ну, во-первых, у нас речь все-таки в большинстве случаев не про умирающее производство. То есть производство сохраняется, потому что оно меняется, и с молодежью тоже все не так плохо. Молодежь везде есть, и, так сказать, действительно вопрос про квартиру встает практически первым при переговорах по перемещению. Это ключевой вопрос любых переговоров. Еще два слова про моногорода. Борис Юрьевич, как Вы считаете, возможен ли у нас, например, канадский опыт ревитализации моногородов, когда вслед за переносом производства переселяют жители из этого города, но на базе этого города создают некий новый объект инфраструктурный. Например, там город для престарелых, и вот там все обустраивают для престарелых. или делают исключительно туристический кластер без постоянно проживающих там людей? Ну, видите, каждый отдельный проект это отдельный проект. Конечно, работа государства должна быть в этом смысле направлена, социальная политика должна быть направлена на то, чтобы решать эту проблему. У нас очень много таких мест в России, где есть производство, которое, к сожалению, не лучшим образом себя чувствует и часто закрывается, но где для городов, для престарелых, создать просто невозможно. Или кампус для студентов, например, там вот за Полярным кругом или в Сибири и на Дальнем Востоке. Конечно, надо применять вахтовые методы, надо признать, что мы можем освоить такие территории, не тратить огромные деньги и все-таки переходить к вахтовым методам, что, собственно, частный бизнес сегодня и делает уже. В частном бизнесе все признали, что наиболее эффективный это именно вахтовый метод работы на этих предприятиях. Ну, а с точки зрения моногородов, которые закрываются, ну, надо закрыть их и все. Михаил Анатольевич, вы добавили что-то хотели, да? Да, я хотел бы две реплики. Первое, то, что необходимо фундаментально рассматривать государство. Нам не нужны проекты, которые ухудшают ситуацию с занятостью населения. То есть я могу привести много примеров из своей отрасли, когда очень активные губернаторы втягивают к себе в область очень много проектов по строительству цементных заводов. С одной стороны, это колоссальное перепроизводство и, соответственно, приводит к банкротству этих предприятий, замораживанию проектов. С другой стороны, к нерациональному использованию трудовых ресурсов. Поэтому, с точки зрения государственной промышленной политики, нам необходимо предусматривать мотивацию для бизнеса входить в те субъекты и в те города, где есть трудовые кадры, сырье и востребованность в этом производстве. Если не ошибаюсь, вы зашли в Пикалево. Мы давно там находимся и справляемся с ситуацией. И вторая реплика. Она касается агломерации. Наверное, сегодня вопросы бы миграции гораздо легче рассматривались бы, если бы мы могли бы перемещаться в расстоянии 200-300 километров буквально за 50, за один час. Я думаю, это бы очень резко бы изменило бы ситуацию по тому, что молодые люди спокойно перемещались из Нижнего Новгорода в Москву и работали бы, и уезжали бы. Это была бы совершенно другая атмосфера. Мы видим примеры Японии, да и других стран. Когда скоростной поезд собирает утром массу финансистов, экономистов, рабочих, привозит в кластер промышленной, отрабатывает, и здесь же они уезжают обратно. И ничего страшного. Можно я еще добавлю насчет мобильности. Мы действительно должны выработать нашу социальную политику в этой смысле. Или мы привязываем людей и ограничиваем конкуренцию в отдельных регионах, или мы открываем страну внутри и обеспечиваем мобильность. Ну, заправдошно. Не так поговорить, а заправдошно. Потому что, например, регистрация внутренняя, да, это социально защищает власть от местного населения. Да, избиратели удобнее себя чувствуют в результате, когда голосуют за того или иного политического деятеля. Но это явное контр регулирование против реальной мобильности движения трудовых ресурсов по стране. Поэтому, ну, такие атовизмы, как регистрация, вообще должна исчезнуть. Это 100%. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Редактор субтитров А.Семкин